Работа, семья, учеба, вот эта вот бесконечная какая-то движуха вокруг нас, но это просто катастрофа. Организм сохраняет сердечко, а думает, да ладно, волос, пусть выпадает. В нашей стране, кстати, есть гормоны фоба и гормоны филы. Сладкое, конечно, имеет такой восклицательный большой знак. Утром встал и ничего не хочу. Это наш образ жизни, это наш стиль питания. Хочешь узнать больше о современных и интересных профессиях, но не хватает на это времени? Ровно за 10 минут мы расскажем тебе о жизни людей разных профессий из первых уст. И, кстати, время уже пошло. Вы смотрите 10 минут, чтобы узнать. Добрый день, я Анна Курникова, врач-эндокринолог, диетолог, главный врач клиники превентивной медицины Оксимед. Превентивная медицина – это направление в современной медицинской практике, главной целью которой является сохранение здоровья человека за счет предупреждения. Вот именно предупреждение – это ключевое слово о развитии различных заболеваний. А раньше человека спасали от каких-то острых ситуаций – травмы, инфекции, и на него дальше не обращали внимания. Затем медицина перешла на тот уровень, когда нужно было увеличить продолжительность жизни. Спасли от инфаркта, от инсульта, и нужно увеличивать продолжительность жизни. А сейчас медицина на том этапе, когда человек не хочет быть инвалидом, он хочет жить долго и качественно. Вот это качество жизни и дает превентивную медицину. Ну, эндокринолог – это доктор, который умеет контролировать, нормализовывать различные гормоны в нашем организме. Не допускайте такой ситуации, чтобы нужно было прям из-за чего-то к нему идти. Лучше, конечно, это все делать планово, почувствовали какую-то усталость и так далее. Обратитесь к доктору, сдайте гормоны, сдайте микроэлементы. А эндокринологу обращаются с различными жалобами. Это и слабость, и усталость, и выпадение волос, невозможность забеременеть, жажда, сухость во рту. То есть у любого заболевания есть своя клиника. Это очень обширный вопрос, да, тут можно говорить часами. Но основное, конечно, сейчас в наше время – это упадок сил, усталость. Утром встал, и ничего не хочу. Стресс бывает позитивный, бывает негативный. К сожалению, сейчас очень много негативного стресса, особенно в связи с обстановкой, которая сейчас происходит. То есть стресс – это есть реакция организма на какое-то воздействие. Как вообще происходило? Ну, человек, если прыгнуть, собака, или там он убегал от какого-то животного, или если мы бежим за автобусом, вот это нормальная реакция организма, которые должны защищать наши гормоны. Ситуация, когда мы постоянно о чем-то думаем, переживаем, работа, семья, учеба, вот эта вот бесконечная какая-то движуха вокруг нас, она угнетает наши надпочечники. Надпочечники, кстати, вот они как раз-таки дают нам тот гормон кортизол, который нас и защищает. В какой-то определенный момент они нас защищают, защищают, но потом они просто устают, если постоянное хроническое идет воздействие. И тогда все слетает. Нужно уметь отдыхать, нужно нормализовать свой сон. Если мы долго не спим, у нас вырабатывается много кортизола, а его в вечернее время должно быть мало. Мелатонин – это уже другой гормон, который вырабатывается в ночное время, он нас восстанавливает. Мелатонин не успевает выработаться, потому что кортизола много, соответственно, человек просыпается утром невосстановленный, то есть организм слетает, нарушены биологические часы. Я встречала то, что доктора боятся гормональных препаратов, поэтому в нашей стране, кстати, есть гормоны фоба и гормоны филы, то есть те, которые боятся гормона, те, кто любит гормоны. Я люблю гормоны, но гормоны те, которые нам нужны. Я люблю гормоны половые. Если есть дефицит менопаузы, начинается у человека естественно, мы должны дать половые гормоны заместительной терапии, это называется, не нужны нам. Ну, сладкое, конечно, имеет такой восклицательный большой знак, потому что сладкое и вообще все простые углеводы, они дают подъем инсулина. Соответственно, если высокий инсулин, это приведет потом к развитию сахарного диабета. Сахарный диабет бывает двух типов, первого типа и второго типа. Первый тип – это аутоиммунные чаще всего заболевания, когда клеточки поджелудочной железы не могут выполнять свою функцию. Здесь, конечно, необходима инсулинотерапия. Второй тип диабета – это вот эпидемия неинфекционная сейчас, сегодняшний день, когда избыточный вес встречается, ну, практически у каждого второго человека сегодня. То есть самая частая причина возникновения сахарного диабета – это избыточный вес и инсулинорезистентность. Инсулинорезистентность – это такое состояние организма, когда наши рецепторы нечувствительны. То есть инсулин должен взять глюкозу, которая поступила к нам с пищей, взять эту глюкозу и отнести ее в клеточку, там, где нужна. Чаще всего причина инсулинорезистентности – это избыточный вес. То есть если есть много жировой ткани, то это блок, и не срабатывают наши основные механизмы. Но, к сожалению, сейчас инсулинорезистентность есть и у пациентов без лишнего веса. Это прямо на самом деле беда. Почему это сейчас так распространено? Это наш образ жизни. Это наш стиль питания. Деток уже с детства начинают кормить всякой мусорной едой, не побоюсь этого слова, чипсы, кириешки, фастфуды, большое количество сладостей, мороженых. То есть ребенка награждают сладостями. Это неправильно. Нужно менять свое пищевое поведение. Сейчас уже приходят семьи, у которых у деток идет предрасположенность ко второму типу. Это очень рано. Раньше это было в 50-60 лет, когда-то, когда я еще училась в академии. Сейчас мы видим эту инсулинорезистентность у детей в 10 лет. Но это просто катастрофа. Дефицит йода опасная ситуация, особенно у беременных женщин, потому что есть даже такое заболевание, кретинизм, когда ребенок, если мама была дефицитна в йоде, и у ребенка не хватало до этого йода, то щитовидная железа вообще, она может либо отсутствовать, либо она совсем не будет вырабатывать гормоны. То есть это диагноз, это серьезный диагноз. А взрослый человек, испытывая йод, что это? Это снижение интеллекта, это плохая память, это сонливость, это усталость. Поэтому йод нужен всем всегда и в любое время. Самая частая причина возникновения узлов щитовидной железы – это наш дефицит йода. То есть вовремя не назначается йод, структура меняется, и вот они образуются узлы. Мы следим всегда за узлами, мы назначаем определенные анализы, мы назначаем биопсии, потому что мы должны предвидеть и не давать развиваться каким-то плохим онкологическим клеткам. Причин выпадения волос на самом деле очень много. Одними из распространенных является дефицит витамина D, является гипоксия, то есть нехватка кислорода нашим клеточкам. Волос на самом деле, он второстепенный. Организм сохраняет сердечко, а думает, да ладно, волос, пусть выпадает. Поэтому проявление выпадения волос – это уже такие тяжелая, кстати говоря, ситуация для нашего организма. Нарушенная функция щитовидной железы также относится, андрогенная лапеция, то есть это блусение по мужскому типу. Когда вырабатывается много тестостерона, и он переходит в активную форму дигитротестостерона, вот он как раз-таки и вызывает андрогенную лапецию, то есть выпадение волос. Красота, она не снаружи, да? Красота должна быть, должна идти изнутри. И правильное функционирование всех, без исключения, органов и систем ведет к красоте. Это адекватное поступление витаминов, микроэлементов. Омега-3 кислот, сейчас много про них говорят, потому что красота клетки и пластичность клеток, это именно омега-3 кислот у нас идет недобор совершенно по этим кислотам. Все это в совокупности. Нет такого одного гормона, нате вам, да? Какой-то гормончик, и будете красивыми. Нет, конечно. Должно быть все в совокупности. По возможности. Обращайтесь к доктору. Сдавайте хотя бы раз в год минимум обследования. Ну, например, для меня, что я очень люблю смотреть пациентам. Обязательно смотрите, смотрим ферритин. Ферритин – запасы железа в организме. Не просто железо, которое циркулирует, а отражающие запасы железа. И очень часто при хорошем гемоглобине ферритин снижен. То есть железо не уходит в депо. А это и есть скрытый такой латентный железоцит, который вот он так потихонечку обитает, так скажем, и вызывает сбой во всем организме. Это витамин D, который защищает нас от любой вообще инфекции, это наш иммунитет. И, к сожалению, я сталкиваюсь с тем, что у пациентов, не принимающих витамин D, он низкий у всех. И такие критические цифры, низкие этого витамина D, ну, это страшно. А это так легко, да, мы можем что-то профилактировать. Обращайте внимание на гормоны щитовидной железы. Это ТТГ, Т3, Т4 свободные. То есть те показатели, хотя бы базовые обследования. По этим базовым обследованиям мы поймем вообще, что происходит в организме. Прежде чем вообще пойти в ординатуру, по эндокринологии нужно закончить 6 лет медицинской академии, а затем уже поступить в ординатуру, где проходит обучение 2 года, и получить сертификат эндокринолога. Ну, а потом учиться всю оставшуюся жизнь. Все нравится. Я обожаю пациентов, я обожаю всех своих коллег, я обожаю просто эндокринологию. Продолжение следует...